Доброе утро! Два часа. Будем с вами в прямом эфире на телеканалах Первый Крымский Крым 24. Приготовили для вас много хороших, позитивных главы новостей и, конечно же, познавательных. Ну и в первую очередь, о чем хочется, что хочется отметить и сказать, что, Дим, вот как тебе наши декорации? Я просто в восторге. Это самое прекрасное место, которое я вообще, наверное, видел. А все потому, что находимся мы в зимнем саду филиала Крымского федерального университета имени Вернадского. Именно поэтому мы здесь вещаем среди вот таких вот тропических джунглей. Я бы здесь жил. Это были первые слова, которые я сказала, когда я сюда зашла. Но немножечко к новостям. Перейдем в самое время. Ну что, пора исключить, чтобы исключить бешенство. Наверное, Дим, ты знаешь, что в Симферополе, в Симферопольском районе, вокруг места, где на прошлой неделе был обнаружен зараженный волк, проводят вакцинацию. Но ты, как сотрудник редакции новостей, я уверена, что как раз-таки знаешь об этом случае. Да-да-да. По поводу вакцинации. Препарат отечественный. Рассчитан на местный вид вируса и о том, как прививают четвероногих и почему вообще это нужно, разбиралась Анастасия Кошель. В поселке под Симферополем в одном доме иногда пять-шесть четвероногих. Живут свободно, днем гуляют по поселку, заходят в ближайший лес. В таком районе угроза заражения бешенством особенно высока из-за контакта с дикими животными. На прошлой неделе в окрестности обнаружили зараженного волка. Он напал на людей и собак. Жертвы получили травмы средней тяжести. Пришлось принимать срочные меры. Садовое товарищество «Артек» входит в угрожаемую зону. Сотрудники вет. департамента обходят все дома и прививают домашних животных. Разносчиками болезни часто бывают грызуны, за которыми охотятся домашние животные. Об этом ветеринары рассказывают всем, кто против прививки своему питомцу. Сергей Скрябин на процедуру согласился. В семье маленькие дети, значит вакцинация необходима. Дома две собаки и кот. Каждому по уколу. Про волка слышал. Когда на пасеке было много ягерей, говорили, что волков развелось. Много там в степном Крыму. Наверное, и здесь лес же добрались сюда. Надо отстреливать же как-то там. А то тут ходу не дадут. Источником болезни на полуострове чаще всего становятся лисы. Именно поэтому в Крыму проходит ежегодная вакцинация. Лесники и ветеринары раскладывают препараты у лисьих нор и в местах их обитания. Однако не каждая рыжая съедает приманку с капсулой. Переносчиками могут быть и другие небольшие хищники. Но бешеный волк – редкость для полуострова. Их численность регулируется. В этом году отстреляно 70 особей. Это, в принципе, ежегодная планомерная работа охотничьих хозяйств. И для ведения охотничьего хозяйства. Каждое охотничье хозяйство заботится о том, чтобы этого хищника было как можно меньше. Потому что в условиях Крыма он как бы приносит серьезный вред. Идем дальше. У Юлии Снежек дома три породистые собаки. Новость о бесплатной вакцинации ее обрадовала. Считает, каждый должен воспользоваться такой возможностью. Мало того, что это опасно просто для всех людей, которые общаются с собаками. Потому что это же не просто укус собаки может быть. Это может быть собака съела мышку зараженную или какую-то подняла. Какое-то животное мелкое. Особенно собачки, которые бегают за участками. Кроме того, жителям сел вокруг очага заражения рекомендуют воздержаться от походов в лес в ближайшие два месяца. Специалисты рассказывают, как распознать больное животное. Первое, неадекватное поведение животное. Оно может ластиться, может агрессивное быть, может слюнотечение проявляется, блеск в глазах, шерсть дыбится, становится жесткая такая. Как советуют ветеринары, при встрече с бешеным волком или лисой, прежде всего необходимо защищать шею. Зверь метит в сонную артерию. Ее необходимо закрыть и постараться избежать нападения. Болезнь могут переносить и домашние животные. Чтобы обезопасить себя, прививайте питомцев раз в год и следите за их поведением. Последний случай бешенства зафиксирован в Джангойском районе несколько дней назад. Носителем вируса оказалась кошка. Анастасия Кошель, Елена Носкова, Иван Евдокимов, Олег Черемисин, Новости 24. Переодеть хрущевки города Крыма будут брать пример с Калининграда в примере реконструкции фасадов. Такую идею предложил председатель госсовета Владимир Константинов. И говорит, что самое главное начинать с столицы, потому что она нуждается в особом внимании. Ну а Екатерина Серегина уже связалась с теми, кто как раз таки переодевал высотки, не высотки даже, а многоэтажки, да, минувшие эпохи, но в самом западном городе России. Именно для того, чтобы узнать, как нужно это сделать и какой опыт нужно учесть полуострову. Проспект Кирово-Центральная улица Симферополя. Основная его транспортная магистраль. Свой современный облик приобрела после войны. Эти пятиэтажки на проспекте Кирово были построены еще в 1960-х годах. Классические хрущевки с максимально упрощенным экстерьером. Ни о каком декоре фасада в то время не шло и речи. Хрущев призывал строить проще, но больше, упрекая архитекторов сталинской эпохи в расточительстве. До сих пор в таких домах живем, если не мы с вами, то точно наши знакомые. Светлана Подручная, обладательница квартиры в этой хрущевке. Уверена, сейчас самое время для обновлений. Фасад, пожалуйста, делайте, я за, только за, пожалуйста, пусть делают, пусть красиво все. Ну, знаете, по верхам это такое дело, надо брать снизу все, вот в чем дело. Не собираются ностальгировать по символу ушедшей эпохи и остальные жители города. Да, привести в порядок просто и облагородить. Раньше эти хрущевки считались нормальным жильем, ну а сейчас, конечно, надо как-то, чтобы было современно все. С этим надо что-то делать, то есть сейчас это не очень смотрится. Преобразить хрущевки спикер Государственного совета Крыма предлагает, перенимая опыт у других городов России. Здание еще себя не изжило, еще нормативный срок его существования не истек. Что делать? Конечно, превращение фасадов в современные, это один из выходов, при небольших затратах. Главный пример – Калининград. Там пятиэтажкам удалось придать так называемый ганзийский стиль. Теперь главную улицу города украшает разноцветный забор из высоких фронтонов с орнаментом. То есть дополнительных взносов люди не делали. Все в рамках капитального ремонта. Крымчанам дают совет приступать к работам в солнечную погоду. При замене крыши, а это довольно кропотливый процесс, калининградцев затапливало. Пока выбиваются из общего экстерьера и некоторые магазины на первых этажах. Этот вопрос также призывают продумать заранее. Сегодня паспорта фасадов, которые отображают уже новую картинку по дому, они имеются в муниципалитете. Также создан отдел, который выявляет несоответствие паспорту фасаду, дает предписание на то, чтобы все-таки юридические лица приводили в соответствии с образцом нового паспорта фасада, даются им определенные сроки. Я думаю, года через три все равно процентов 8. Уже приведут надлежащий вид. Крымские архитекторы единодушны. Наши хрущевки тоже нужно переодевать. Но продумать свой стиль. Бюргерские традиционные для Калининграда на полуострове считают неуместным. Все-таки должны прослеживаться черты той архитектуры, которая была изначально в нее заложена. По поводу декорирования просто нужно быть наиболее тактичным и все-таки искать характерные черты, которые соответствуют крымской архитектуре. Специалисты предлагают обратить внимание на опыт Чехии и Восточной Германии, где хрущевки минимально перепланировали и раскрасили, превратив в недвижимость среднего и даже элитного уровня. Екатерина Серегина, Руслан Хохлов и Александр Смычек. Новости 24. В Крыму с каждым годом становится больше аграриев, виноградов, различных садов, барашек выращивают, коров. И действительно на это денег не жалеют, потому что используют субсидии. С 2015 года получили их 400 человек, 400 фермеров, если так можно сказать, на сумму до полмиллиарда рублей. Только вдумайтесь в эти цифры и действительно мы предлагаем узнать в следующем сюжете, какие сейчас отрасли более необходимы, какой товар будет пользоваться спросом и кто следующий может получить такие субсидии. В этом году мы собрали 4 тонны урожая. Надеемся, что в следующем году будет у нас больше. 7 лет назад Екатерина Митренева решила попробовать себя в виноградарстве. Раздольнинский район благоприятный для выращивания янтарной ягоды. Начинала с 7 соток. Экспериментировала с сортами. Молдова, Кардинал. В 2017-м подала заявку на грантовую поддержку от государства. Сумму получили миллион. Вложили, купили сетку, огородили от зверей, которые у нас здесь могут пробегать. Это зайцы, часто бывают козы, заходят. Трубку капельную, трактор, чтобы обрабатывать. В этом году собрали первый урожай. На двух гектарах выращивают исключительно ливию. Особенность этого сорта в том, что он неприхотливый, не требует частого полива. Урожай собирают в августе. Но вот на некоторой лозе еще остались гроздья. Сейчас этот виноград зеленый. Когда поспеет, он будет розового цвета. Скоро начнут подготовку к следующему сезону. Удобрение почвы, обрезка и подвязка лозы. А в Бахчисарайском районе урожай собирают до сих пор. Этот персиковый сад два года назад купила Эльзара Сидометова. Затем создала кооператив. Сейчас в нем 15 человек. Сергей Колпасчиков знает толк в лучших сортах. Фрукт созревает с начала июня и до поздней осени. Здесь мы выращиваем 8 сортов персика. Сейчас у нас остался один, октябрь последний. Его ценность для нас в том, что сейчас цена поднялась, мы можем на нем заработать. Персик быстро портится. Чтобы сохранить его, нужны деньги. В этом году отправили заявку на грант. В Минсельхоз мы подались на развитие материально-технической базы кооперации. На эти деньги мы рассчитываем, если мы выиграем, конечно. Мы хотим построить здесь модульные холодильники и также цех по производству варенья. Баночки пока без этикетки, но внешний вид глаз радует. В этом году здесь собрались 70 тонн урожая. Но кроме того, что здесь производят настоящий крымский продукт, из него еще делают варенье. Эльзара, расскажите, пожалуйста, в чем секрет? Секрет – это все, что здесь есть, это все натуральное. Это фрукты и сахар. Больше мы ничего сюда не добавляем. Без единого консерванта. Мы производим 11 видов варенья. В августе в Крыму стартовал конкурс на получение грантовой поддержки по трем направлениям. Почти 100 миллионов рублей выделили на подъем 60 начинающих фермерских хозяйств. По семейно-животноводческим у нас на сегодняшний день подано 15 заявок на сумму 105 миллионов. А выделено всего 72. По кооперативам подано 5 заявок на сумму 115 миллионов. А к распределению у нас всего лишь 40 миллионов. Итоги подведут в октябре. Всего с 2015 года более 400 аграриев получили финансовую помощь на общую сумму около миллиарда рублей. Елена Байрамова, Роман Ананьев, Ситмемед Кукчиев, Новости 24. Ну, можно и в 4 утра. Ну, как раз-таки в 4 утра мы еще рассвет не увидим. Хотя, действительно, ты точно подчеркнула, что мы словно сидим сейчас на лоджии, на балконе и любуемся всем этим приятным. Я думаю, уже многие из вас пробудились и готовы посмотреть наш анонс и узнать, что еще мы приготовили для вас в эфире. Жемчужина Гурзуцкой долины. Какие тайны хранит в себе скала Красный Камень на южном берегу полуострова, расскажет Александр Ткачев. Красота по-крымски. Как проходит главный конкурс полуострова? Кто сразится за титул Мисс Россия? Бескрайнее море, тысячи гектаров леса и поля, которые не объять взглядом. Как сохранить природу полуострова и разобраться с экологическими проблемами? Новые стены, студии и программы. Как телерадиокомпания Крым переступила пятилетний рубеж своего существования, расскажет Салия Салямова. Хронология вечности. 36 лет назад подполковник Станислав Петров спас планету от ядерной катастрофы. Обо всем этом и не только в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». И вот мы уже рассказывали, что в Симферопольском районе вокруг места, где был обнаружен зараженный волк, проводят вакцинацию. Так вот, еще одна бешеная леса, она, так сказать, стала причиной карантина в Коктебеле. Действительно, все это очень серьезно. Значит, если там сейчас карантин, значит, там нельзя проводить всякие шоу с животными, нельзя возить туда, вывозить. И выгуливать, наверное, их, да? Просто даже вот нельзя, когда гуляют по набережной люди, дама с собачкой. Мы теперь такой, наверное, не увидим пока в течение двух недель, да, я так понимаю, или два месяца, или две недели? Два месяца, причем с момента последнего фиксации. То есть, допустим, если через три недели нашли еще одну, допустим, такую собачку, которая может укусить и которая может заразить, скажут, еще продлеваем на два месяца с этого момента. То есть, все настолько серьезно, и это действительно сейчас, Коктебель, является карантинной зоной. Вот недавно буквально смотрел материал интересный о том, что насколько вредно бешенство, и некоторые говорят, чуть ли оно не излечивается. И самое главное, если вас укусили, и даже, как говорят, что это любимый мопс вашей бабушки, то все равно необходимо пойти, да. Стоит обратиться, да, к врачу, Дима абсолютно прав, потому что лучше всегда перестраховаться. Ну, а я сейчас все равно не могу перестать о потрясающих, думать о потрясающих видах набережной Коктебеля. Только представляешь, сколько людей сейчас лишится возможности, выгуливая своих собак, любоваться ей. Но, в принципе, Крым такой живописный, что в Крыму есть всегда, где увидеть что-нибудь еще красивое. Но для того, чтобы что-то увидеть, нужно выйти на улицу. А вот как одеваться сегодня, мы вам расскажем прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну, не перестаю восхищаться возможностями, умственными способностями инженеров, потому что я гуманитарий. Для нас это магия, да? Да, я не понимаю, как у них в голове все эти цифры фиксируются, удерживаются. Мол того, что еще для нас приготовили, придумали. В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, что позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт, которые сейчас проходят тестирование. Суть в чем? Благодаря этой системе клиенты смогут заключить контракты на оформление услуги без посещения опера офиса оператора. Ну, с этого связи, что, во-первых, заставит операторов немножко посоревноваться, может даже улучшить качество связи. Причем в мире эта технология уже довольно уверенно набирает обороты. Она популярна в США, в других странах уже поддерживает 40 операторов и, в общем, пользуется такой услугой 100 миллионов абонентов. Поэтому, я думаю, даже наши бабушки освоятся и действительно поймут, как это быстро действовать. Ну, самое главное, что я надеюсь, что правда это повлияет в первую очередь на качество связи. И, может быть, даже если повышается конкурентоспособность, может и цены на сотовую связь падают, как ты думаешь? Я думаю, для крымчан сейчас самое главное, чтобы действительно с каждым днем связь становилась все лучше. Я действительно замениваю положительные перемены, и сейчас дозваниваться стало лучше. Да, потом еще больше такое звонить. Алло, попугай, здравствуй, где ты? Здравствуйте, а можно еще дешевле, чтобы звонки? Главное, что удалось связаться и дозвониться. Ну, а в тем временем хочется рассказать, что мы уже готовы пообщаться с нашим мобильным корреспондентом Александром Коновым. Я просто знаю, что он уже гуляет по улицам Крымской столицы. Правда, я еще не знаю, о чем я вам готов рассказать. Поэтому, Саша, доброе утро. Доброе утро, коллеги. Прямо сейчас я нахожусь в центре города Симферополя. Как по мне видно, я вот тепло одет. Погода что-то совсем пока что не радует. Над головой такие вот легкие тучки. Но я думаю, что ближе к обеду все будет в порядке и потеплеет, и можно будет наслаждаться солнышком. Ну, а в Крымской столице обновление дорожных знаков и прочей инфраструктуры. Как мы можем видеть, сзади нас работают рабочие. В рамках мероприятия по содержанию улично-дорожной сети работники обновляют разметку, ремонтируют скамейки, устанавливают дорожные знаки. Об этом сообщил нам директор муниципального бюджетного учреждения Антон Подобед. За прошлую неделю очистили и промыли сети ливневой канализации по улице Гоголя, Куйбышева и проспекте Кирова. А также на проспекте Победы были заменены и поврежденные. 27 новых дорожных знаков появились на улице Гурзувская, Киевская, Ракетная, Амурская и Гагарина. Искусственные неровности, я имею в виду сейчас лежачие полицейские, монтировались на улице Баррикадная. Ежедневно проводится работа по обновлению пешеходных переходов. Также продолжает обновлять полностью всю разметку на территории Крымской столицы. А на бульваре Франко и на улице Кичкемецкой отремонтированы и покрашены скамейки. Вот такие вот у меня новости. На этом, коллеги, я заканчиваю и передаю вам слово. Саша. Надеюсь, что Саша не замерзнет сегодня. Это точно. Ладно. А действительно, сейчас можно, кроме того, в Симферополе увидеть ремонтные работы на улице Александра Невского. Мы прекрасно понимаем, знаем и видели даже в сюжетах телеканала Крым-24, что работа там кипит. И ездить из-за этого сейчас неудобно. У нас сейчас можно увидеть, наверное, на экране сейчас показывают график, как можно объехать, если не ошибаюсь, объезжать через Стеллу, там посвященную... Там в любом случае, да, можно объехать прямо центр Симферополя, потому что и через улицу Толстого, и, ну, в общем, по-разному. Самое главное, что скоро ремонт завершится, все ремонтные работы, и мы уже будем ездить по чистым, хорошим, ровным дорогам и не переживать за диски своих автомобилей, на колесах своих автомобилей, да, и за подвеску тоже. Единственное, да, есть нарекания небольшие граждан, то, что не всегда ходит общественный транспорт именно по тому расписанию, и они едут буквально так, как им угодно, или, как кажется, более правильно. Так что на некоторых остановках маршрутка проезжает раз в 20 минут, поэтому нужно быть максимально бдительным и посоветоваться с друзьями. Может, они уже и ждали ту или иную маршрутку и знают, где конкретно она проезжает. Ну, и опять же таки, чтобы не опоздать, лучше всегда перестраховаться. И что сделать? Выехать раньше, абсолютно точно, а лучше пройти пешком и, если такая возможность, конечно же, прогуляться. Кроме того, мы, кстати, уже один раз проехали там рядом с железной аллеей, и действительно, дорога потрясающая, я в восторге. Скованная, да, ты имеешь в виду, да, вот эта вот, которая на площади. Вот, кроме того, еще добавим, в Симферополе проходит, действительно, проходило замечательное мероприятие, называлось оно «Цифровой прорыв», и там не только программисты, там были программисты, дизайнеры, общественники мероприятия оригинальны тем, что благодаря этому конкурсу они объединялись в команды и могли презентовать свои какие-то проекты, которые помогали потом внедрять всякие цифровые технологии. То есть, допустим, создавали, вот простым языком максимально, Саша, вот у тебя бывало такое, ты, допустим, записываешься к врачу, и нужно поехать, позвонить, долго в очереди. Да, это самое ужасное, именно поэтому я так резко записываюсь к врачу. Обычно стараемся лечиться как-то сами, правильно? А там такая возможность, что благодаря программе ты просто заходишь, и онлайн можешь видеть, допустим, все эти возможности, к какому врачу пойти, даже можно было бы увидеть какой у него рейтинг, допустим, помогло лечение, не помогло. И вот такие вот проекты, там ребята презентовали, и лучшие из них пойдут в Казань соревноваться уже за первенство в России. Да, безусловно, но мне хочется сказать не только о цифровом прорыве, но и о том прорыве, который удалось совершить с телерадиокомпанией «Крым». Всему этому медиахолдингу, с трем радиостанциям, с другим телеканалом, пресс-центром. Но подробнее об этом уже расскажет Салия Салямова. Новые стены, студии и даже радиостанции. Телерадиокомпания «Крым» переступила пятилетний рубеж. 26 сентября 2014 года структура получила официальный статус и старое имущество. Наследство от прежней телекомпании. В виде имущества досталась и такая передвижная телевизионная станция, которая позволяет наглядно продемонстрировать, как телевидение развивалось технически. Она работала до 2015 года, а уже на смену. Ей после пришли вот такие современные ПТС, которые позволяют транслировать в прямом эфире в качестве с любой точки нашей страны. Этот комплекс уже разваливался. Это были старинные оборудования 80-х годов. Это были убитое здание, которое сыпалось, которое не делалось ремонт уже 30 лет. Сегодня это место уже не узнать. Новый фасад, коридоры, стены, окна и даже крыша. Здание облагородили и сделали его не только комфортным, но и безопасным. Однако на этом большая стройка не заканчивается. На очереди радиодом, который скоро обретет вторую жизнь. Вы первые, которые здесь окажетесь. Я покажу, что нам удалось, как его удалось отремонтировать. Пока что пустые, зато практически готовые студии. Меньше чем через три месяца отсюда выйдут в эфир все радиостанции и медиахолдинга. Привет всем и каждому. У микрофона Оля Найс. Надо мной прямо сейчас стоит наш шеф-редактор Славанин. Но это все равно не помеха для того, чтобы выйти в эфир позитивно. Дальше поставим. Филатова Энт Гереса. Послушаем холдинги. Еще раньше. The Chainsmokers. Вы на море. Сегодня это одно из ведущих музыкальных радио полуострова. Первое морское вышло в эфир четыре года назад. Символично, в день военно-морского флота. Начинали тоже с малого. Поначалу, конечно, это были хорошие аппаратуры, но более низкого уровня, более низкого класса. Конечно, то, что самое важное, то есть голосовые процессоры, микрофоны, да, это было с самого начала все очень такое серьезное. Но раньше и стол был другой, который, ну, по сути, обычный, чуть ли не канцелярский стол. Новый стол, оборудование, а скоро и помещение завоевывать аудиторию становится легче технически, как и новостной редакции телеканала Крым-24. Здравствуйте, мы продолжаем говорить о главных событиях на полуострове. В эфире телеканал Крым-24. Этой студии всего три года. Укомплектована она по последнему слову техники. Четыре камеры, работающие в формате HD, две информационные видеостены, декорации, разработанные крымскими дизайнерами и 50 осветительных приборов. В данный момент сейчас наблюдать, как наши операторы выстраивают новую студию. Мы готовимся к вечернему большому выпуску, который теперь будет не в 19, а в 20.00. Помимо новой студии, новой декорации у нас появилось новое оформление, новые заставки, новые плашечки для титров. А это уже работы дизайнеров. Сейчас, например, они трудятся над проектом «Таланты». Этот проект, он достаточно интересный, современный, такой творческий. Поэтому здесь, можно сказать, клип снимаем. Сегодня в структуру телерадиокомпании Крым входят три радиостанции, два телеканала и новостной сайт. И хоть начинался этот путь с минимальными техническими ресурсами, это не помешало приумножить результат. Главная цель медиа-семьи – расти как в техническом, так и в профессиональном плане, чтобы завоевывать ваше внимание и доверие каждый день. Илья Салямова, Руслан Кохлов. Утро нового дня. Саша, знаешь, наверное, сейчас необходимо мне будет отлучиться, потому что к нам пришли две очаровательные гости «Мисс Крым» 2019 этого года. Ну, конечно. Я уверен, что ты хотел бы стать в компанию. Ладно, пройду пока время со своими новыми друзьями. А я пойду к нашим гостям. Представлю у нас директор предприятия «Мисс Крым» Юлия Кондратьева и Елизавета Свериденко. Сегодня в гостях «Мисс Крым 2019». Поздравляю вас. Спасибо большое. Хотели бы уточнить немножко о том, как все же прошел конкурс. Мы тоже там присутствовали. Могли бы немножко рассказать, начнем с «Мисс Крым», если позволите, ваше впечатление, насколько для вас это была неожиданная, ожидаемая победа, как готовились к соревнованиям, если так можно сказать. Честно, до сих пор не верится. То, что я одержала победу, это просто восхитительная эмоция. И хочется переживать этот день снова и снова. Юлия, могли бы рассказать, вот в конкурсе уже в финале участвовало 15 человек. Как они проходили подготовку к этому финалу? Какие, может, предварительные этапы проходили? Доброе утро. Доброе. Мы каждый год отбираем девушек по всему Крыму. Это очень большой кастинг. В этом году было больше 600 заявок на наш конкурс. Отобрали мы 15 девушек. Были абсолютно разные города. И Бахчисара, и Керчь, Судак, Евпатория, Симферополь, Севастополь. Девушки были в тренировочном лагере в городе Ялта. Они тренировались с нашим хореографом, который прилетел к нам из Москвы. Это известный хореограф Денис Лалакин. И с нашим режиссером Ольгой Елисеевой. Собственно, девушки 7 дней готовились к конкурсу. И за 7 дней они сделали такой результат. Но нет сомнений, наверняка, с Симферополя было больше всего заявок. А, допустим, где можно смело сказать, что сейчас больше всего красивых девушек? Именно на ваше усмотрение. С какого города приходило больше заявок? Вы знаете, наверное, все-таки это Севастополь. Самое большое число заявок было из Севастополя. Ну, понятно, потому что город большой, много учебных заведений. Соответственно, есть даже приезжие девушки, которые приехали учиться и, соответственно, подавали заявки. А очень много было заявок из Евпатории и из Керчи. Насколько опытные конкурсантки? Мы, допустим, на финале уже могли наблюдать, как они с отличием выходили. То есть я не заметил с моей стороны, я, может, не опытный в этом деле, но ни одной по марке. Все шли уверенно, вот все было слажено. Но наверняка приходили девочки, которые просто симпатичные и которым нужно было время. И действительно рука профессионала, чтобы поставить все это. Вы знаете, вообще конкурс направлен на поиск новых лиц. Нам интересно заниматься девушками, которые только-только начинают какие-то свои шаги в моделинге, в конкурсах красоты. Ведь, наверное, самый интерес закладывается именно в начинающих девочках. Соответственно, конечно, они пришли абсолютно не умеючей ничего. Были, конечно, девушки, несколько человек, в том числе Елизаветы, которые уже имели опыт подобный в конкурсах красоты. Соответственно, уже умели там ходить, дефилировать. А большая часть девушек, они вообще просто вот new face, так называемые. Соответственно, мы их научили за неделю невозможному. Многие говорили, те, кто приходил там первые репетиции смотреть, и даже те же родители, которые видели своих девочек на репетициях. Когда они увидели их на конкурсе, они не поверили, что такое возможно за неделю. И это действительно парадокс, потому что я сама, как организатор, присутствовала на всех репетициях, и я видела их неуверенность. Но когда я увидела их 22 сентября, у меня немного так, ну, не сложилось, да, там, какое-то впечатление, что девушки изначально ничего не умели. Ощущение такое, что они пришли уже профессионалами. Поэтому мы сделали большую работу. Да, особенно здорово. Финальный выход был там под такую спокойную мелодию. Все очень уверенно шли. Наверняка вот, Елизавета, за вас и родители ваши переживали. Кто пришел поддержать вас? Ко мне пришли мои родители. Они были со мной в зале, поддерживали меня. Немножко расскажите о себе. То есть, уже знаем, что вы занимались, да, модельным бизнесом. Если не ошибаюсь, в Севастополе у вас была победа. Расскажите немножко, что предшествовало, то есть, до модельного дела, чем вы занимались? Я занималась танцами 10 лет, бальными, и спортивной стрельбой. Насколько вам помогает это, вот, поддерживать себя в форме, наверняка, вот, бальными танцами вы уже не занимаетесь, да? Угу. Но при этом, наверняка, усвоили там какие-то принципы, которые помогают следить за фигурой и поддерживать себя в отличной форме. Вот, а что это за принципы? Это, ну, во-первых, бальные танцы мне еще дали характер. Вот, у меня очень сильно он поменялся, я стала очень уверенная в себе. Также я сейчас подержу себя в тонусе, я хожу в тренажерный зал, делаю себя красиво, еще красивее. Ну, смотрите, вот, наверняка, для того, чтобы быть моделью, да, необходимо, там, понятно, что касательно черт лица, там, разные характеристики, но фигура должна быть совершенная. Может, дадите какой-нибудь совет, может, юным девочкам, которые, такого, сейчас собираются в школу и говорят, я тоже хочу быть такой вот красивой. Что нужно делать? Допустим, не кушать после шести или там… Нужно просто правильно питаться. Вот правильно это как? Ну, кушать правильное питание и кушать мало, но часто. Спасибо вам за совет. Юлия, могли бы уточнить, вот, проходили конкурс, да, вот, кастинг, какие сейчас вот новые, может, какие-то особенные тенденции, вот, в мире моды есть, на каких девочек обращают первое внимание? Вот, что, допустим, вы увидели кого-то из конкурсантов и сказали, ну, вот, она точно попадет к нам, вот, на участие в конкурсе. Мы, прежде всего, обращаем внимание на лицо. Это очень важно, потому что в модельном бизнесе все-таки, если мы говорим о модельных каких-то, да, вообще, о модельном будущем девушки, то, конечно же, это лицо. Безусловно, это рост. Ну, бывают исключения, когда девушке ростом метр семьдесят, но у нее замечательные черты лица, соответственно, мы берем такую девушку в конкурс. Но предпочтение все-таки мы даем больше девушкам выше, там, 173. Это фигура. Но, знаете, я вам скажу, что фигуру можно сделать, если у тебя есть какие-то задатки изначально, да, но ты, например, у тебя есть лишний вес, его можно сбросить, соответственно, имея данные. Изначальные. Поэтому у нас была девушка одна в конкурсе, которая пришла на кастинг, у нее был лишний вес, и она конкурс сбросила 7 килограмм. Она совершенно изменилась, да, и у нее замечательное лицо. Это, скажем так, молодая Клаудия Шифер. У нее, я думаю, большое будущее в модельном бизнесе. Соответственно, мы не могли ее не взять, учитывая то, что у нее был большой стимул, и она похудела. Поэтому, конечно, прежде всего, обращаем внимание на лицо. Это что-то необычное, нестандартное. Даже вот взять, например, Елизавету, у нее нестандартная красота, да, потому что мы привыкли видеть более нежные черты лица, да, более острые. У Лизы больше baby face, так называемый, который сейчас очень популярен. И Европа сейчас любит baby face, да, и Азия любит baby face. То есть, в принципе, поменялась немного тенденция. Если раньше больше обращали внимание на такую стандартную красоту, да, то есть, ну, там, не знаю, лицо просто красивое, скажем так, то сейчас больше уже необычность в лице присутствовать должна у девушки. Я так понимаю, конкурс Мисс Крым — это серьезная такая трамплин, платформа для того, чтобы развивать и дальнейшее уверение ввести, ну, войти в карьеру модели. Правильно я понимаю? И вот, допустим, да, в финале было 15 конкурсантов. Многие из них уже вот на этот момент, спустя там несколько дней, нашли себе каких-то, может, спонсоров или компаний, которые готовы поддерживать и брать, допустим, их к себе, чтобы они рекламировали. Для того, чтобы кто-то кого-то взял, нужно для этого иметь какого-то агента, модельное агентство, да, мы этим и занимаемся. Вообще, изначально идея конкурса была, это не просто имидж, да, региона, республики Крым, а ведь на самом-то деле конкурсу 6 лет, в этом году он 6-й год проводится, изначально он там в 2014 году начал проводиться. И, соответственно, девушки, которые участвовали в конкурсе, вот я вам скажу, наверное, большая часть участниц, они достигли огромных успехов. Некоторые уже находятся в постоянных поездках за границу, постоянные контракты. Есть девушки, которые уже прямо проживают за границей, да. Вот я вам скажу, что из всех конкурсов, вот из каждого конкурса мы вынесли какие-то уроки, и мы можем гордиться нашими участницами, потому что мы им дали очень большой старт, и очень во много помогаем победительницам и просто участницам. Благодарю вас за общение, и, конечно же, Елизавете желаем успеха в дальнейшей карьере, и сейчас мы уже готовы перейти к новостям интернета. Не так важна победа, как само участие. В Махачкале безобидная игра в мяч превратилась в массовую потасовку, а там понеслось – поехала. Буквально, как в стихотворении Лермонтова, смешались в кучу кони-люди. Мужчина заподозрил что-то неладное на своем огороде и поставил камеры, после того, как неожиданным образом оттуда стали пропадать овощи. Когда же виновник был найден, то фермер не расстроился, а даже наоборот – решил подружиться с воришкой, дал сурку-кличку и завел ему Инстаграм. И теперь весь мир наблюдает, как мохнатый зверь поедает продукты с его участка. Пробки долой, застрявшие в потоке машин, новосибирские автомобилисты наблюдали необычную картину. Девушка лихо проскочила интенсивный поток верхом на верблюде. Такой невиданной грации еще никто не видел, как, собственно, и такого редкого в этих местах животного на дороге. Возможно, его подарил любящий супруг своей жене, совсем отчаявшись и разочаровавшись в ее водительских способностях. За красоту надо платить, однако не таким способом. Свирепый учитель из Китая смыл макияж школьниц при помощи тряпки и воды. Родители девочек педагога поддержали и не стали подавать на него жалобу. Возможно, он был приверженцем косметики другой фирмы. А может, таким жестом решил придать немного естественности юным особам. Неслучайный прохожий, одинокий маэстро, неожиданно ворвался на концерт уличного музыканта. Тем самым вызвал бурю положительных эмоций своим талантам. Натаран. Крупный не по возрасту игрок в американский футбол был настолько стремителен и молниеносен, что буквально как вихрь промчался мимо соперников. Чем заработал очко в пользу своей команды. Такой спортсмен на вес золота. Удивительные способности продемонстрировал и один американский робот, человекоподобный. Потому что он умеет не только мастерски кувыркаться и даже подпрыгивать с поворотом корпуса на 360 градусов. Ты представляешь, настоящий атлет, спортсмен. Ну, я видел ролики в интернете с этим роботом. Он действительно потрясающий. Трудно представить, как, знаешь, еще сальто там, ладно, но как кувырок, чтобы робот делал. Это действительно, они просто берут, наверное, как-то анализируют человеческое движение и пытаются это посоздать. Ну, с другой стороны, это подчеркивает в очередной раз, насколько прекрасна природа и как... Куда техника дошла. А вот, кстати, благодаря технике мы прямо сейчас можем связаться еще и с Сашей Кононовым. Саша, еще раз доброе утро. Доброе. Саша, еще раз доброе утро. С 19 октября запланировано проведение расширенной осенней сельскохозяйственной ярмарки. Об этом сообщил нам начальник управления торговли Симферополя Сюзанна Азаматова. Вот. И сразу вам скажу, что будет очень много мест, где можно будет закупиться, а точнее целых пять. Это будет проходить в целях поддержки местных сельхозпроизводителей и стабилизации ценовой ситуации на территории Симферополя. Опять же таки, хочу сказать, что вся продукция, которая будет там представлена, будет чуть ниже рыночной для того, чтобы жители города Симферополя смогли хорошо подготовиться к зимнему периоду. Я так понимаю, что многие покупают картошку мешками, откладывают где-то у себя там в подвалах. Вот. И таким образом заготавливаются, запасаются на зиму. Я сейчас расскажу, где будут мероприятия, по каким адресам. Это у нас проезд от улицы Неконорова, потом в районе Киевской 177, перекресток Кичкемецкая-Белокуна, в районе улицы Ракетная-10 и на улице Севастопольская-45, там возле Сельпо где-то примерно. Я вот всегда, когда вспоминаю о ярмарках, такой у меня трепет детский. Я думаю, что вот такое прекрасное событие, да, когда приходишь туда и можно там посмотреть, что же представлено на этих полочках. Какая продукция, можно попробовать там. Я думаю, что будет очень много сладостей и представлена также шоу-программа. На этом, коллеги, у меня все. Передаю вам слово. Ну и в свою очередь, как показал опрос в ЦИОМ, большинство людей, отдыхающих, которые приезжали в этом году на полуостров этим летом, они отдыхом, качеством довольны, но все-таки и у них есть замечания. Это в первую очередь некачественный сервис и высокие цены. Да, конечно, о некачественном сервисе сказал каждый десятый отдыхающий, а вот о больших ценах сказал каждый четвертый. Кстати, знаешь, вот есть положительная тенденция, вот недовольных было только 3%, но это на 1% выше вот именно довольных, чем отдыхающих в других регионах. Все потому, что 97% людей, которые приехали в этом году в Крым, этим летом, они вот как раз-таки Крымом довольны. Ну и я думаю, что немалую роль сыграло то, что в Крыму постоянно убирают, он становится гораздо чище, и во многом именно этому мы обязаны и волонтерам. Поэтому, но подробнее уже об этом расскажет Стефан Филатов. Для того, чтобы сделать добрый поступок, причины и поводы не нужны, считает Виталий. Было бы желание. Всякий раз, когда мужчина видит горы мусора, понимает, желание есть. Только посмотрите, какие клады здесь можно найти. Симферополь, Верхние пруды. И часа не прошло, как команда из пяти волонтеров наполнила отходами 24 мешка. И это только начало. Основной фронт работ впереди. Примечательно, что последний субботник прошел здесь всего месяц назад. Пластиковые и стеклянные бутылки, целлофан и железо в виде отживших свой срок мангалов. Трудно представить, что было бы с этой территорией, если бы не волонтеры. Кстати, осенью и весной они убирают здесь с завидной регулярностью. А вот этого делать не стоит. Дело в том, что бумажные стаканчики, как все думают, не делаются из макулатуры и не перерабатываются в нее, потому что содержат внутри пластик. Металл, стекло, макулатура и пластик. О том, что для наиболее эффективной утилизации каждый вид отходов нужно собирать раздельно, знают не все симферопольцы. Однако абсолютное большинство уверены, нельзя допускать возникновения экологической катастрофы. А в борьбе с ней все средства хороши. Я думаю, что должно быть больше не только в центре мусорных баков, а вообще по всему городу не покупать пластиковые бутылки, дабы не разводить пластик. Убирать просто за собой надо. Забота об экологии родного края – комплексное понятие. Своего рода философия жизни. Субботников и раздельной утилизации отходов недостаточно. Важна просветительская работа среди студентов и школьников. Наше будущее в руках подрастающего поколения. На этом мероприятии я услышала много новой информации. Даже обычные батарейки, их нельзя просто так выбрасывать. И мы должны соблюдать правила экологии все вместе. Бескрайнее море, тысяча гектаров леса и поля, которые не объять взглядом. Сохранить природу полуострова и разобраться с экологическими проблемами – одна из главных наших задач. А достичь цели можно лишь осознав – чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Стефан Филатов, Сергей Козырь, Алексей Семенов. Утро нового дня. Ну и в продолжении темы волонтерства предлагаю сейчас справиться к нашей следующей гости. А в гостях у нас сегодня Евгения Молочка, региональный координатор Крымского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Добровольца» в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики». Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Доброе. Ну, у нас сегодня даже немножечко расширяемая эта тема волонтерства. Вот, Евгения, расскажите, пожалуйста, волонтеры-медики. Вы уже были у нас в гостях не раз. И есть ли какие-то новые проекты или, может быть, уже есть результаты у старых проектов? У нас очень много результатов было за насыщенное лето. Наши волонтеры приняли участие в крупномасштабном фестивале «Таврида-арт». Обучали они волонтеров оказанию первой помощи. Проводили мероприятия по профилактике социально значимых заболеваний, по гигиене. Также они работали с участниками фестиваля «Таврида-арт». То есть было такое насыщенное лето еще, которое ознаменовалось медицинским сопровождением крупных спортивных соревнований. Наши волонтеры были в Ялте, сопровождали массовый забег, называется «Тропой памяти». Также у нас большая программа. Мы сейчас занимаемся профилактикой опорно-двигательных заболеваний. И у нас есть такая программа по обучению населения скандинавской ходьбе. Одного из видов профилактики опорно-двигательных заболеваний. И также у нас очень большие планы, потому что мы сейчас хотим расширить свою деятельность на другие города. Открываем местное отделение. Это Ялта, Евпатория, Керчь. Также мы хотим создать школьные отряды. У нас уже пять школьных отрядов есть. Это Симферополь и Красноперекопск. Но мы хотим охватить и другие города Крыма, для того, чтобы школьников привлекать в медицинские специальности. А могли бы уточнить, сколько у нас сейчас волонтеров-медиков и что их привлекает к вам? У нас сейчас по данным последней статистики 350 человек. Это студенты медицинской академии, студенты Крымского медицинского колледжа. Там много, 350. Да, Ялтинского медицинского колледжа. И мы будем сейчас расширять наше движение за счет открытия местных отделений. Студентов привлекает в первую очередь и не только студентов медицинских профессий, но также к нам и приходят студенты немедицинских специальностей. Мы очень рады людям, потому что их привлекает в первую очередь возможность реализации, если это студенты-медики медицинской профессии в будущем, это новые навыки, которые они получают с помощью волонтерства. А все люди, которые хотят заниматься популяризацией здорового образа жизни, также приходят в наши ряды и помогают нести такое просветительское направление в люди. Ну, я правильно понимаю, что будучи студенткой, допустим, гуманитарного факультета даже или физмата, можно прийти в организацию, сейчас мы расскажем, наверное, где она находится, куда нужно обращаться, и покажут базу, да, вот первая медицинская помощь и оказание как раз такие, просто скажут, что нужно делать, как помочь, ну, то есть обучат. Да, у нас сейчас девиз волонтера-медика может стать каждый. То есть даже студент-немедик может прийти и активно участвовать, помогать в наших направлениях. У нас есть специальное направление, которое называется популяризация здорового образа жизни. На базе любого немедицинского вуза можно создать комитет полезного действия, так называется, и заниматься популяризацией здорового образа жизни. Потому что на самом деле, независимо, медик, не медик, здоровый образ жизни очень важен для каждого человека. Абсолютно, в любом возрасте при том. В любом возрасте, совершенно верно, потому что это очень важно, и залог нашего здоровья надо воспитывать с подрастающего поколения. Вот сейчас наша работа как раз направлена на профилактику социально значимых заболеваний в школе. Мы вот готовим акцию, будет «Оберегая сердца», называется, по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, и уже начинаем обучать школьников, как раз мы знаем признаки инсульта и инфаркта. Поэтому волонтером медика может стать каждый, абсолютно любого возраста, любой профессии, любой специальности. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте волонтеромедики.рф, подать заявку «Стать волонтером». А также можно обратиться в региональное отделение, которое находится на базе медицинской академии. Это бульвар Ленина, 5-7 в городе Симферополе. Евгения, согласитесь, наверняка, когда человек хочет влиться в новый коллектив, есть какое-то определенное волнение, он не знает, что его ожидает, есть переживание, что может что-то не получится. Есть ли и сколько специалистов, что это за специалисты, которые могут помочь людям, которые хотят приобрести те или иные навыки? Смотрите, когда волонтер приходит в наше движение, то мы в первую очередь обучаем волонтера. У нас есть шесть основных направлений деятельности. Это обучение первой помощи, сопровождение мероприятий, помощь медицинскому персоналу в медицинских организациях, профориентации школьников в медицину, санитарно-профилактическое просвещение, популяризация кадрового донорства и здорового образа жизни. Каждый волонтер может выбрать любое направление деятельности, где он хочет себя реализовать. У нас очень много случаев, когда волонтеры участвуют и в двух, и в трех направлениях одновременно. Поэтому человек, когда к нам приходит, мы в первую очередь проводим его погружение в волонтерство, проводим обучение и навыкам оказания первой помощи, что очень важно. И также мы проводим, например, если люди проводят какие-то мероприятия на базе школы, то мы волонтерам обучаем. У нас есть специальные курсы, называется «Школа кадрового донора», где мы обучаем популяризации донорства. «Школа профилактики социально значимых заболеваний», где дистанционно каждый может пройти обучение на курсах, которые организовали волонтеры-медики федеральный штаб и главный научно-исследовательский центр профилактической медицины. Когда волонтеры-медики идут, например, помогать в медицинские организации, мы их обучаем основам этики и диантологии. Мы обучаем их, какие необходимо выполнять манипуляции. То есть вообще обширный такой общий базовый курс, который всегда пригодится в любой ситуации, даже если не занимается волонтерской деятельностью. Я надеюсь, что волонтеров у вас будет все больше и больше. Спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, что у нас в гостях была Евгения Молочка, региональный координатор Крымского регионального отделения Всероссийского общественного движения добровольца в сфере здравоохранения, волонтеры-медики. Ну и тем временем предлагаю пока посмотреть следующую рубрику, которую мы приготовили специально для вас. 26 сентября 1983 года планета чудом избежала ядерной катастрофы. Подполковник советской армии Станислав Петров во время своего дежурства получил сообщение с космического корабля «Ока» о запуске ракет с американской базы. За 40 минут они должны были достигнуть Москвы и поразить цель. Однако офицер проанализировал показания радаров и пришел к выводу, что оповещение ложное. Об этом он немедленно доложил командованию. Благодаря его внимательности не произошел ответный запуск боеголовок в США. Подвиг Петрова был обнародован лишь в 1991 году. В газете «Совершенно секретно». В 2006 году Станислав получил статуэтку Ассоциации граждан мира. В 2014-м датский режиссер посвятил Станиславу Петрову фильм «Человек, который спас мир». А 439 лет назад британский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия. Представляешь, я как представлю, что эти пираты на кораблях с затылкой ром. Это, мне кажется, особенно в то время было. Обычно, знаешь, думаешь, кругосветный путешественник. Наверное, это добрый дядечка с красивой бородой, который путешествует и собирает цветочки. Но нет, в то время как раз-таки путешественники, а путешествовал он по приказу Елизаветы Первой, был еще и одновременно пиратом. То есть она его посылает и говорит, открой как можно больше земель. Кстати, встретишь там испанские корабли, пограбь. Так вот, он совершил кругосветное путешествие и потом через 3 года вернулся и привез с собой 600 фунтов стерлингов по нынешним мерам. Это, сейчас вспомню, мне тут записывал 48 миллионов рублей. Но у Дрэка все равно не было такой удобной мебели, как у нас. У него было золото, у него было море, у него был корабль, у него была, наверное, повязка, как и водится. Но всего этого... Пусики, кстати, были тоненькие такие. Безусловно, да. Ну, а мы, в свою очередь, своим комфортом благодарны... Фавиле. Да, салонному мебели Фавиле. Именно поэтому мы сейчас можем вести этот эфир, при том, что в комфортных условиях. А еще, при том, что... Сейчас, сейчас, у меня есть еще про мебель. Кстати, интересный факт, то, что вот корабль, на котором он путешествовал, это большой галеон-пеликан. И когда он уже совершил это путешествие, этот галеон был поставлен в порт. Но потом, когда он не нужен был, из его мачты сделали тоже мебель, такой комфортный тоже трон, так скажем, и отправили его в Оксанске университет. А у Александра Ткачева был совершенно другого рода трон. Он недавно любовался другими красотами, о которых он сейчас сам расскажет. Кизил значит красный. Красный камень – дословный перевод тюркского топонима «Кизилташ». Посреди Гурзувской долины особняком лежит огромный валун, своим необычным цветом привлекающий внимание туристов, следующих из Алушты в Ялту. В состав этого мраморовидного останца юрского периода входит огромное количество окислов железа, который, собственно, и окрашивают скалу в кизилово-красный цвет. Однозначного ответа, как массивная глыба от Торжениц отделилась от главной гряды, нет, но очевидно одно. Во все времена ее обособленность привлекала внимание людей. Так в средние века на стратегической высоте возвели дозорную башню. Подняться на Красную скалу можно только с ее северной стороны. Когда-то эта тропинка была настоящей дорогой, по которой генуэдцы поднимались наверх к своему креплению. Плодородная почва активно возделывалась во все времена, и многие растения – потомки тех культур, которые посадили здесь первые крымские земледельцы. Вокруг сохранились популяции диких яблок, груш и лещины. Кизилтаж со всех сторон порос настоящим кизилом. Вот эти кусты как раз они входят в пору плодоношения. Но собирать его голыми руками не рекомендую, потому что там, где листва соприкасалась с открытыми участками тела, обязательно будет раздражение. Но особенно эту долину ценят виноградари. Уникальный минеральный состав почвы идеально подходит для выращивания теплолюбивого сорта муската белого. Исключительно из ягод, собранных в этой долине, виноделы создают настоящий нектар лета. Мускат белый красного камня, дважды признанный лучшим вином мира. Но вернемся на тропу. Подъем на Красный камень недолгий, но крутой. Удивительно то, что после такого восхождения у людей находятся силы на хулиганские выходки. А вот глядя на такие надписи, сразу вспоминаются стихи Маяковского. Подписавшимся Колям и Зинам свои имена стирать бензином. А чтобы энергия не пропала даром, неплохо бы Ай-Петри помыть с кипидаром. Верхняя точка нашего путешествия 430 метров над уровнем моря. Путь сюда займет не больше получаса. Открывающийся пейзаж стоит затраченных усилий. Весь южный берег отсюда, как на ладони. Вот мы и поднялись на вершину Красного камня. С этой стороны панорама моря, с другой стороны панорама главной гряды Крымских гор. А светло-серый песочек под твоими ногами – это остатки древней известки, которые были скреплены камней Генуэзской крепости, находящейся на вершине Кизилташа. Одинокая башня с небольшими пристройками появилась здесь в XIII-XIV веках. Принадлежала сначала феодоритам, затем генуэзцам. С четырех сторон крепость совершенно неприступна. Преодолеть ее под силу только современным скалолазам. Выступы этой скалы до блеска отполированы пальцами любителей острых ощущений. Вдоль отвесной стены располагаются скалолазные маршруты самых разных уровней сложности. От простых для новичков до самых сложных с отрицательным уклоном. Кстати, именно скалолазы теперь главные обитатели Красного Камня. Со всех сторон глыба окружена палатками. Туристы хорошо знают, что здесь есть все для уютного лагеря. Тени раскидистых деревьев, прохладная ключевая вода из источника Путомиш. Александр Ткачев, Олив Вилеев. Утро нового дня. На часах 8.00 с вами в студии по-прежнему мы Дмитрий Попов. Александр Карнович, мы уже пробудили, кстати, полезненький советик с самого утра. Сделайте вот так, и это выбрасывает, можно сказать, в тело как-то эндорфин. И, в общем, настроение хорошее поднимается и пробуждаться. Вот именно поэтому так важно подтягиваться в кровати. Поэтому у вас еще есть час, чтобы вместе с нами в прямом эфире на телеканалах первый крымский Крым 24, еще успеть и потянуться, и проснуться, и, может быть, все-таки чай попить, позавтракать, тоже не мешало бы. Особенно круто, когда ты пробуждаешься, и тебя окружает такой прекрасный мир. Вот нам очень повезло, мы находимся буквально в Эдемском саду. Это филиал Крымского федерального университета. Зимний сад тут действительно потрясающий. И более того, особого комфорта нам добавляет вот то, что мы здесь видим действительно под открытым небом, под стеклянной крышей же все-таки, что происходит на самом деле на улице. Но об этом чуть позже все-таки хочется рассказать в первую очередь то, что сегодня вы сможете увидеть в программе «Утро нового дня». Жемчужина Гурзуской долины. Какие тайны хранит в себе скала Красный Камень на южном берегу полуострова, расскажет Александр Ткачев. Красота по-крымски. Как проходит главный конкурс полуострова? Кто сразится за титул Мисс Россия? Бескрайнее море, тысячи гектаров леса и поля, которые не объять взглядом. Как сохранить природу полуострова и разобраться с экологическими проблемами? Новые стены, студии и программы. Как телерадиокомпания «Крым» переступила пятилетний рубеж своего существования, расскажет Саллия Салямова. Хронология вечности. 36 лет назад подполковник Станислав Петров спас планету от ядерной катастрофы. Обо всем этом и не только в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». Ну, как классно, что мы сидим на таких стульях. Спасибо большое компании «Фовилла». Действительно, в них комфортно, удобно, особенно если подушечка сзади может расслабиться. Главное, не уснуть. Ну, во-первых, и тепло, во-вторых, комфортно, потому что подушки, они что-то так греют, такой уютом аж не создают, все хочется. Ну, ладно, а пока мы перейдем к новостям. По поводу бешенства, как раз такие случаи, которые сейчас регистрируют. Один из них был в Симферобольском районе, там недавно обнаружили волка, который как раз-таки был болен бешенством. Действительно, вот коллега наш работал над этим материалом, и волк накинулся, и прямо за шею пытался схватить, и человек отбился. Но потом установили, что действительно он нуждается в вакцинации, потому что волк был заражен. Сейчас работы в этом направлении ведутся, и предлагаю посмотреть более подробный материал на эту тему, чтобы вы знали, что делать в таких ситуациях. В поселке под Симферополем в одном доме иногда 5-6 четвероногих. Живут свободно, днем гуляют по поселку, заходят в ближайший лес. В таком районе угроза заражения бешенством особенно высока, из-за контакта с дикими животными. На прошлой неделе в окрестности обнаружили зараженного волка. Он напал на людей и собак. Жертвы получили травмы средней тяжести. Пришлось принимать срочные меры. Садовое товарищество «Артек» входит в угрожаемую зону. Сотрудники вет. департамента обходят все дома и прививают домашних животных. Разносчиками болезни часто бывают грызуны, за которыми охотятся домашние животные. Об этом ветеринары рассказывают всем, кто против прививки своему питомцу. Сергей Скрябин на процедуру согласился. В семье маленькие дети, значит вакцинация необходима. Дома две собаки и кот. Каждому по уколу. Про волка слышал. Когда на пасеке было много егерей, говорили, что волков развелось. Много там в Степном Крыму. Ну, наверное, и здесь лес же. Добрались я сюда. Надо отстреливать же как-то там этих. А то тут ходу не дадут. Источником болезни на полуострове чаще всего становятся лисы. Именно поэтому в Крыму проходит ежегодная вакцинация. Лесники и ветеринары раскладывают препараты у листьев нор и в местах их обитания. Однако не каждая рыжая съедает приманку с капсулой. Переносчиками могут быть и другие небольшие хищники. Но бешеный волк – редкость для полуострова. Их численность регулируется. В этом году отстреляно 70 особей. Это, в принципе, ежегодная планомерная работа охотничьих хозяйств. И для ведения охотничьего хозяйства. Каждое охотничье хозяйство заботится о том, чтобы этого хищника было как можно меньше. Потому что в условиях Крыма он как бы приносит серьезный вред. Идем дальше. У Юлии Снежек дома три породистые собаки. Новость о бесплатной вакцинации ее обрадовала. Считает, каждый должен воспользоваться такой возможностью. Мало того, что это опасно просто для всех людей, которые общаются с собаками. Потому что это же не просто укус собаки может быть. Это может быть, собака съела мышку зараженную или какую-то подняла, какое-то животное мелкое. Особенно собачки, которые бегают за участками. Кроме того, жителям сел вокруг очага заражения рекомендуют воздержаться от походов в лес в ближайшие два месяца. Специалисты рассказывают, как распознать больное животное. Первое, неадекватное поведение животное. Оно может ластиться, может агрессивное быть, может слюнотечение проявляется, блеск в глазах, шерсть дыбится, становится жесткая такая. Как советуют ветеринары, при встрече с бешеным волком или лисой, прежде всего необходимо защищать шею. Зверь метит в сонную артерию. Ее необходимо закрыть и постараться избежать нападения. Болезнь могут переносить и домашние животные. Чтобы обезопасить себя, прививайте питомцев раз в год и следите за их поведением. Последний случай бешенства зафиксирован в Джангойском районе несколько дней назад. Носителем вируса оказалась кошка. Анастасия Кошель, Елена Носкова, Иван Евдокимов, Олег Черемисин, Новости 24. Ну вот мы привыкли, что иногда люди меняют свой стиль. А что, если его начнут менять города? Особенно, да? Особенно крымская столица, как актуально для нас. Меня восхищает, кстати, вот наше сейчас здание, которое в Симферополе стоят. Они просто классные-классные, но если вы их делаете чуть-чуть получше, было бы супер. Дима большой патриот просто Симферополя, он здесь и родился, и вырос. Это действительно его любимый город, и для него Симферополь краше любой Ялты, Севастополя, старого города Евпаторий. Я с Димой не согласна, но это все лирика. Это все лирика, ладно. А вообще города Крыма будут брать пример с Калининграда в реконструкции фасада. Все дело в том, что с такой инициативой несколько дней назад выступил председатель Госсовета Республики Владимир Константинов. Он призвал уделить особое внимание зданиям в центре крымской столицы. Кроме того, уже с человеком, который имеет опыт реконструкции из фасадов подобных зданий, пообщалась Екатерина Серегина. Мало того, она знает особенности крымской столицы, чему внимание нужно уделить именно в Симферополе. Поэтому предлагаю посмотреть материал. Проспект Кирово-Центральная улица Симферополя. Основная его транспортная магистраль. Свой современный облик приобрела после войны. Эти пятиэтажки на проспекте Кирово были построены еще в 1960-х годах. Классические хрущевки с максимально упрощенным экстерьером. Ни о каком декоре фасада в то время не шло и речи. Хрущев призывал строить проще, но больше, упрекая архитекторов сталинской эпохи в расточительстве. До сих пор в таких домах живем, если не мы с вами, то точно наши знакомые. Светлана Подручная, обладательница квартиры в этой хрущевке. Уверена, сейчас самое время для обновлений. Фасад, пожалуйста, делайте я за. Только за. Пожалуйста, пусть делают, пусть красиво все. Ну, знаете, по верхам это такое дело. Надо брать снизу все, вот чем дело. Не собираются ностальгировать по символу ушедшей эпохи и остальные жители города. Да, привести в порядок просто и облагородить. Раньше эти хрущевки считались нормальным жильем. Ну, а сейчас, конечно, надо как-то, чтобы было современно все. С этим надо что-то делать. То есть сейчас это не очень смотрится. Преобразить хрущевки спикер Государственного совета Крыма предлагает, перенимая опыт у других городов России. Здание еще себя не изжило, еще нормативный срок его существования не истек. Что делать? Конечно, превращение фасадов в современные. Это один из выходов при небольших затратах. Главный пример – Калининград. Там пятиэтажкам удалось придать так называемый ганзийский стиль. Теперь главную улицу города украшает разноцветный забор из высоких фронтонов с орнаментом. То есть дополнительных взносов люди не делали. Все в рамках капитального ремонта. Крымчанам дают совет приступать к работам в солнечную погоду. При замене крыши, а это довольно кропотливый процесс, калининградцев затапливало. Пока выбиваются из общего экстерьера и некоторые магазины на первых этажах. Этот вопрос также призывают продумать заранее. Сегодня паспорта фасадов, которые отображают уже новую картинку по дому, они имеются в муниципалитете. Также создан отдел, который выявляет несоответствие паспорту фасаду, дает предпочтение на то, чтобы все-таки юридические лица приводили в соответствии с образцом нового паспорта фасада. Даются им определенные сроки. Я думаю, года через три все равно процентов 80 уже приведут в надлежащий вид. Крымские архитекторы единодушны. Наши хрущевки тоже нужно переодевать. Но продумать свой стиль. Бюргерские традиционные для Калининграда на полуострове считают неуместным. Все-таки должны прослеживаться черты той архитектуры, которая была изначально в нее заложена. По поводу декорирования просто нужно быть наиболее тактичным и все-таки искать характерные черты, которые соответствуют крымской архитектуре. Специалисты предлагают обратить внимание на опыт Чехии и Восточной Германии, где хрущевки минимально перепланировали и раскрасили, превратив в недвижимость среднего и даже элитного уровня. Екатерина Серегина, Руслан Хохлов и Александр Смычек. Новости 24. Итак, Дим, минуточку твоего внимания. Виноградники, фруктовые сады, крупнорогатый скот. Как думаешь, к чему я это? И нет, я не собралась переезжать в деревню. Я думаю, что этого всего у нас будет в Крыму только больше. Каким образом, правда, я не знаю. Кстати, больше всего я хочу этого скота. Ну, точнее, этих барашков. Или кто козы дает молоко, да? Ты любишь козье молоко или козье сыр? Очень. Молоко. А ты что, больше любишь? А я люблю любой сыр вообще, мне кажется. И это может быть и козий, и коровий, и с плесенью. Главное, чтобы было с чем. Главное, чтобы был помидор рядышком. И сыр с помидором, мне кажется, идеальное блюдо. Так вот, более 400 начинающих аграриев с 2015 года получили грантовую помощь на сумму около 1 миллиарда рублей. На самом деле, все больше и больше денег выделяется на поддержку аграриев в республике. И это и субсидирование, и различные другие программы. Но подробнее о них уже расскажет Елена Байрамова. В этом году мы собрали 4 тонны урожая. Надеемся, что в следующем году будет у нас больше. Семь лет назад Екатерина Митринёва решила попробовать себя в виноградарстве. Раздольнинский район благоприятный для выращивания янтарной ягоды. Начинала с 7 соток. Экспериментировала с сортами. Молдова, Кардинал. В 2017-м подала заявку на грантовую поддержку от государства. Сумму получили миллион. Вложили, купили сетку, огородили от зверей, которые у нас здесь могут пробегать. Это зайцы. Часто бывают козы. Заходят. Трубку капельную. Трактор, чтобы обрабатывать. В этом году собрали первый урожай. На двух гектарах выращивают исключительно ливию. Особенность этого сорта в том, что он неприхотливый, не требует частого полива. Урожай собирают в августе. Но вот на некоторой лозе еще остались гроздья. Сейчас этот виноград зеленый. Когда поспеет, он будет розового цвета. Скоро начнут подготовку к следующему сезону. Удобрение почвы, обрезка и подвязка лозы. А в Бахчисарайском районе урожай собирают до сих пор. Этот персиковый сад два года назад купила Эльзара Сидометова. Затем создала кооператив. Сейчас в нем 15 человек. Сергей Колпасчиков знает толк в лучших сортах. Фрукт созревает с начала июня и до поздней осени. Здесь мы выращиваем 8 сортов персика. Сейчас у нас остался один октябрь последний. Его ценность для нас в том, что сейчас цена поднялась. Мы можем на нем заработать. Персик быстро портится. Чтобы сохранить его, нужны деньги. В этом году отправили заявку на грант. В Минсельхоз мы подались на развитие материально-технической базы кооперации. На эти деньги мы рассчитываем, если мы выиграем, конечно. Мы хотим построить здесь модульные холодильники и также цех по производству варенья. Баночки пока без этикетки, но внешний вид глаз радует. В этом году здесь собрались 70 тонн урожая. Но кроме того, что здесь производят настоящий крымский продукт, из него еще делают варенье. Эльзара, расскажите, пожалуйста, в чем секрет? Секрет – это все, что здесь есть, это все натуральное. Это фрукты и сахар. Больше мы ничего сюда не добавляем. Без единого консерванта. Мы производим 11 видов варенья. В августе в Крыму стартовал конкурс на получение грантовой поддержки по трем направлениям. Почти 100 миллионов рублей выделили на подъем 60 начинающих фермерских хозяйств. По семейно-животноводческим у нас на сегодняшний день подано 15 заявок на сумму 105 миллионов, а выделено всего 72. По кооперативам подано 5 заявок на сумму 115 миллионов, а к распределению у нас всего лишь 40 миллионов. Итоги подведут в октябре. Всего с 2015 года более 400 аграриев получили финансовую помощь на общую сумму около миллиарда рублей. Елена Байрамова, Роман Ананьев, Ситмимед Кукчиев, Новости 24. Ну и чтобы сократить количество неожиданностей к минимуму на сегодня, предлагаем вам прямо сейчас посмотреть прогноз погоды. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! А вот работы в Керчи, получается, в Комсомольском парке приостановили не из-за похолоданий. Там археологи нашли захоронение. В этом захоронении даже было два артефакта. Это был меч и глиняная фигура. Дата положили, например, туда 3-4 века до нашей эры. Ну, а вообще строители сменили архитекторов где? Где? На центральной аллее, там, где должна появиться копия Крымского моста с сухим фонтаном. И строительство продолжится после того, как погребения законсервируют археологи. Однако сейчас уже возникает опасение, что раскопки могут существенно затянуть работы по реконструкции парка. Но, как бы там ни было, сейчас территория парка, она ограждена, она надежно охраняется и под защитой. В принципе, в Крыму что-либо строить дело такое хлопотное. Слава Богу, проще нам включаться, и интернет есть. Так что из-под земли поднимемся на небо и свяжемся с нашей коллегой. Ну, и тем не менее, пока мы все-таки с Сашей Коновым пытаемся связаться, это все-таки техника, и здесь все может быть, расскажем о самых высоких кассовых сборах за неделю. Не правда ли? В основу фильма, в общем, есть такой фильм. Я понимаю, что Диме близки такие фильмы, он их любит, именно поэтому, мне кажется, ему хочется больше о нем рассказать, рассказывай. Окей. В общем, самые большие кассовые сборы собрал фильм «Аббатство Даунтон». Эта драма набрала, только представь, 31 миллион долларов за одну неделю. То есть люди туда ходили, остались... Просто представь, сколько еще недель этот фильм будет в прокате, как он отобьется. И, ну, да, может быть, тоже пойти сценаристом? Почему бы нет? И знаешь, что меня впечатлило в этом фильме? Этот фильм просто про королевскую семью, по факту, где там есть много претендентов на трон. И большая часть вообще всего фильма посвящена тому, что люди приезжают, они наблюдают, как царская семья отдыхает. Я не знаю, но мне кажется, конечно, больше подобные киноленты привлекают девочек, которые хотят, чтобы тоже когда-либо почувствовать себя на месте принцессы и почувствовать, как это было необыкновенно в то время, когда ты имел особенный статус. Когда-то, да. Ну, а что сейчас хочет почувствовать Саша, Саша Кононов, мы можем узнать прямо сейчас. Еще раз доброе утро, рад тебя слышать. Да, коллеги, я все так же продолжаю прогуливаться по улицам города Симферополя. Прямо сейчас я нахожусь фактически на кольце Куйбыша. Вы можете увидеть, сзади меня слегка затруднено движение. Я сейчас покажу общую картинку. Вот. Небольшая пробочка здесь организовалась. И хотел бы сообщить небольшую информацию всем водителям. В Симферопольском районе будут ловить водителей, которые совершают опасные маневры. С 25 по 27 число проводятся оперативно-профилактические мероприятия, которые называются встречная полоса обгон. В эти дни будет особенно усилен контроль за опасными маневрами водителей, которые выезжают на полосу встречного движения. Госавтоинспекция напоминает, что выезд на полосу влечет административным штрафом в размере от 5000 рублей. Или же ограничением, лишением водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев. Если это будет повторно, то могут лишить управлением транспортного средства сроком на один год. Также, помимо всего прочего, Симферопольская госавтоинспекция в рамках нетрезвых водителей уже выявила 22 водителя, которые управляли автомобилем с признаками опьянения. Хотел бы обратиться к вам, дорогие друзья, что ни в коем случае, если вдруг вы слегка употребили, не садитесь за руль. Лучше вызвать такси, попросить друга или воспользоваться услугой трезвого водителя, чтобы не нарушать. Соблюдайте также правила дорожного движения и скоростные режимы 60 км в час по городу. Коллеги, на этом у меня все. Передаю вам слово. Ну и хочется сказать, что спасибо, Саша. Но и тем не менее, от дел нынешних к еще другим, давайте прямо сейчас посмотрим рубрику о очень значимой дате, которая в этот день произошла, но несколько раньше, даже значительно раньше. 26 сентября 1983 года планета чудом избежала ядерной катастрофы. Подполковник советской армии Станислав Петров во время своего дежурства получил сообщение с космического корабля «Ока» о запуске ракет с американской базы. За 40 минут они должны были достигнуть Москвы и поразить цель. Однако офицер проанализировал показания радаров и пришел к выводу, что оповещение ложное. Об этом он немедленно доложил командованию. Благодаря его внимательности не произошел ответный запуск боеголовок в США. Подвиг Петрова был обнародован лишь в 1991 году в газете «Совершенно секретно». В 2006 году Станислав получил статуэтку Ассоциации граждан мира. В 2014 датский режиссер посвятил Станиславу Петрову фильм «Человек, который спас мир». Наша большая телерадиокомпания развивается, динамично растет, действительно, как ребенок, нам уже, считай, 5 лет. И действительно, у каждого из сотрудников есть много положительных воспоминаний. Вот, допустим, Сашуриш, ты много ездила на съемки, у тебя богатый опыт. Вспомнишь какое-нибудь событие? А у меня, знаешь, какое самое яркое? Это переезд из старого Ньюсрума в новую студию, вот в новую, когда мы выбирали, кто где будет сидеть, когда она стала совершенно другой. Я с такой ностальгией захожу в старый Ньюсрум, который сейчас мы так вот называем в кавычках стекляшкой. Ну, много хорошего, очень много, но я думаю, что хорошего много не только у нас с тобой, но и в Салей Салямовой, и в других сотрудников ТРК. Но об этом они расскажут нам сейчас сами. Новые стены, студии и даже радиостанции. Телерадиокомпания «Крым» переступила пятилетний рубеж. 26 сентября 2014 года структура получила официальный статус и старое имущество. Наследство от прежней телекомпании. В виде имущества досталась и такая передвижная телевизионная станция, которая позволяет наглядно продемонстрировать, как телевидение развивалось технически. Она работала до 2015 года, а уже на смену ей после пришли вот такие современные ПТС, которые позволяют транслировать в прямом эфире в качестве с любой точки нашей страны. Этот комплекс уже разваливался. Это были старинные оборудования 80-х годов. Это были убитое здание, которое сыпалось, которое не делался ремонт уже 30 лет. Сегодня это место уже не узнать. Новый фасад, коридоры, стены, окна и даже крыша. Здание облагородили и сделали его не только комфортным, но и безопасным. Однако на этом большая стройка не заканчивается. На очереди радиодом, который скоро обретет вторую жизнь. Вы первые, которые здесь окажетесь. Я покажу, что нам удалось, как его удалось отремонтировать. Пока что пустые, зато практически готовые студии. Меньше чем через три месяца отсюда выйдут в эфир все радиостанции и медиахолдинга. Привет всем и каждому микрофону. Оля Найс, надо мной прямо сейчас стоит наш шеф-редактор Славанин. Но это все равно не помеха для того, чтобы выйти в эфир позитивно. Дальше поставим Филатова Энт Кереса, послушаем Холдзи. Еще раньше The Chainsmokers, вы на море. Сегодня это одно из ведущих музыкальных радиополуострова. Первое морское вышло в эфир четыре года назад. Символично, в день военно-морского флота. Начинали тоже с малого. Поначалу, конечно, это были хорошие аппаратуры, но более низкого уровня, более низкого класса. Конечно, то, что самое важное, то есть голосовые процессоры, микрофоны, да, это было с самого начала все очень такое серьезное. Но раньше и стол был другой, который, ну, по сути, обычный, чуть ли не канцелярский стол. Новый стол, оборудование, а скоро и помещение. Завоевывать аудиторию становится легче технически, как и новостной редакции телеканала Крым-24. Здравствуйте, мы продолжаем говорить о главных событиях на полуострове. В эфире телеканала Крым-24. Этой студии всего три года. Укомплектована она по последнему слову техники. Четыре камеры, работающие в формате HD, две информационные видеостены, декорации, разработанные крымскими дизайнерами, и 50 осветительных приборов. В данный момент сейчас наблюдать, как наши операторы выстраивают новую студию. Мы готовимся к вечернему большому выпуску, который теперь будет не в 19, а в 20.00. Помимо новой студии, новой декорации у нас появилось новое оформление, новые заставки, новые плашечки для титров. А это уже работы дизайнеров. Сейчас, например, они трудятся над проектом «Таланты». Этот проект, он достаточно интересный, современный, такой творческий. Поэтому здесь, можно сказать, клип снимаем. Сегодня в структуру телерадиокомпании Крым входит три радиостанции, два телеканала и новостной сайт. И хоть начинался этот путь с минимальными техническими ресурсами, это не помешало приумножить результат. Главная цель медиасемьи – расти как в техническом, так и в профессиональном плане, чтобы завоевывать ваше внимание и доверие каждый день. Селия Салямова, Руслан Кохлов. Утро нового дня. А наша студия с каждым часом привлекает все больше гостей. И вот на этот раз к нам загостил Роман Захаров. Заведующий кафедрой природоустройства и водопользования Академии строительства и архитектуры Крымско-федерального университета имени Вернадского. Доброе утро! Доброе! Приветствую вас! Роман Георгиевич, расскажите нам, пожалуйста, мы все знаем, что у нас есть некоторого рода проблемы с орошением, сельхозугодий. И из вариантов, где ты тоже была на некоторых съемках, там предлагали и ведущие ученые использовать сточные воды. Может быть, с помощью фильтрации, еще и других способов. Так все-таки, можно ли использовать сточные воды, допустим, очищенные для орошения? Не только можно, но и нужно. Расскажите, как сейчас этот процесс рассматривается? Может, уже есть какие-то шаги? Совсем немножечко, если позволите. Почему это необходимо? Почему этим стоит заниматься? Крым вододефицитный регион. Один из самых вододефицитных регионов Российской Федерации. И для обеспечения населения и промышленности воды в настоящий момент достаточно. У нас были водные годы, и в водные годы приходит около 750 до 800, иногда чуть больше, миллионов метров кубических воды в год. Что это значит? То есть хватает абсолютно? Это для целей именно населения, туристов, вот для такой сферы. Для цели орошения у нас была предусмотрена вода из Северокрымского канала. И поскольку в 2014 году весной соседнее государство прекратило подачу этой воды, то, соответственно, в большей степени это отразилось именно на сельском хозяйстве и под отрасли орошения. В настоящий момент есть орошаемые площади. Порядка 17-19 тысяч в год мы орошаем. В какой процент в Крыму? Это в 10 раз меньше, чем было до соответствующих событий. И в результате нам для цели орошения приходило в Крым около полутора миллиардов кубометров воды. А сейчас мы тратим на цели орошения порядка 200-300 миллионов. Но эта потребность должна быть увеличена, потому что развитие экономики Крыма связано с производством сельхозпродукции, безусловно, и для наших людей, и для приезжающих в Крым людей. И поэтому именно такой резерв, который мы можем и должны использовать, это именно очищенные сточные воды. Например, канализационное очистное сооружение города Симферополь – это порядка 30 миллионов в год. Соответственно, и площади может быть увеличение, будет выращиваться сельхозпродукция, но она должна быть определена четко. То есть есть нормативные документы, которые позволяют оценить пригодность этих очищенных сточных вод для цели орошения. А вот сточными водами можно практически все орошать или только какие-то определенные культуры? Нет, определенные культуры. Например, технические культуры. То есть то, что не идет в прямую для прямого потребления людей. Ягодники, допустим, это лучше, конечно же, не поливать очищенными сточными водами. То есть это не то, что человек ест, а тем, что он пользуется в промышленных целях. Да, и есть специальные технологии. Это внутрипочвенное орошение. В Крыму это пока только начинает развиваться. Именно изнутри почвы корневая система получает необходимую воду и в том числе и полезные вещества. Почему? Потому что сточные воды – это несколько другой химический состав и по элементам, и по микроэлементам, и по другим показателям. И полезные вещества можно как бы и удобрения туда добавлять. Кроме, если есть необходимость каких-то дополнительных, но сады и виноградники, допустим. А вот технические культуры мы же должны закрывать и животноводство. Давайте перечислим технические культуры. Какие у нас есть? РАПС, если не ошибаюсь. Ну, РАПС в настоящий момент это не очень благоприятная для Крыма с моей точки зрения культура. Мы можем выходить на бобовые культуры в основном. Например, люцерна, злаковые, бобовые смеси определенные составы. Есть ли представление вообще, какая сумма нужна для того, чтобы весь этот механизм запустить? Потому что я понимаю, что это, наверное, серьезные расчеты. И мы понимаем, сколько, если много. Они раскладываются, затратная часть будет раскладываться на несколько частей. Надо определить сначала объем, который мы можем. Сточных вод в Крыму, по данным на 2017-2018 год, по 2019 просто нет пока этих. Это порядка 120-130 миллионов метров кубических в год. Соответственно, всю эту воду мы перехватить не можем, по причине, что не везде есть соответствующие очистные сооружения. Значит, мы приблизительно считаем, это 60-80 миллионов, это этот резерв. Соответственно, это несколько тысяч гектаров орошения. Когда примерно запустятся вот эти вот работы? Идет работа уже сейчас. Я вам приведу пример по 2018 году. В конце 2017-го введены в эксплуатацию два новых комплекса именно очистных сооружений. Это Гвардейская Симферопольского района и ПГТ Советский, Советского района. И мы определяли именно пригодность этих сточных вод для цели орошения. При небольших затратах мы можем рассматривать и тепличные комплексы, опять же. Но не прямое потребление, я повторюсь, а, допустим, питомники плодовых культур или любой другой как бы древесной растительности. Что очень эффективно. Мы должны еще и озеленять наш Крым. У нас посадки идут постоянно. То есть лесомелиорация – это тоже такой один из трендов Крыма. Но все-таки Крым славится чем? Это не только морем, но и своими лесами. Да, и это очень полезно с точки зрения именно и развития туризма, и именно оздоровления. Вся территория Крыма будет и оздоровляться за счет этого. Но в целом это будет рентабельно. Вот, допустим, выращивают какую-то культуру, тратят деньги на очищение воды. Правильно, это тоже какая-то определенная сумма. Да, но я поясню, почему это, безусловно, это экологично. Это экологически обоснованное действие. Если эти сточные воды попадают в водоемы, в естественные русла и в моря, то мы наносим вред. Соответственно, мы все равно должны по законодательству эти сточные воды очищать. И лучше их уже очищать и использовать, чем очищать и не использовать. Совершенно верно. И мы должны просто предусматривать ту технологию, те площади, те культуры. Хозяйство заинтересовано, я скажу так. Спасибо вам большое. Спасибо за беседу, что пришли к нам в гости. Спасибо вам. Это очень важная тема. Надеюсь, что все получится. Я желаю вам успехов и удачи в вашей работе. Спасибо. У нас в гостях сегодня был Роман Захаров, заведующий кафедрой природоустройства, водопользования, Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета имени Вернадского. Ну а тем временем я вам предлагаю посмотреть ту подборку новостей из интернета, которую мы подготовили специально для вас. Не так важна победа, как само участие. В Махачкале безобидная игра в мяч превратилась в массовую потасовку. А там понеслось – поехала. Буквально, как в стихотворении Лермонтова, смешались в кучу кони-люди. Мужчина заподозрил что-то неладное на своем огороде и поставил камеры, после того, как неожиданным образом оттуда стали пропадать овощи. Когда же виновник был найден, то фермер не расстроился, а даже наоборот – решил подружиться с воришкой. Дал сурку кличку и завел ему инстаграм. И теперь весь мир наблюдает, как мохнатый зверь поедает продукты с его участка. Пробки долой, застрявшие в потоке машин, новосибирские автомобилисты наблюдали необычную картину. Девушка лихо проскочила интенсивный поток верхом на верблюде. В такой невиданной грации еще никто не видел, как, собственно, и такого редкого в этих местах животного на дороге. Возможно, его подарил любящий супруг своей жене, совсем отчаявшись и разочаровавшись в ее водительских способностях. За красоту надо платить, однако не таким способом. Свирепый учитель из Китая смыл макияж школьниц при помощи тряпки и воды. Родители девочек педагога поддержали и не стали подавать на него жалобу. Возможно, он был приверженцем косметики другой фирмы. А может, таким жестом решил придать немного естественности юным особам. Неслучайный прохожий, одинокий маэстро, неожиданно ворвался на концерт уличного музыканта. Тем самым вызвал бурю положительных эмоций своим талантом. Натаран. Крупный не по возрасту игрок в американский футбол был настолько стремителен и молниеносен, что буквально как вихрь промчался мимо соперников. Чем заработал очко в пользу своей команды. Такой спортсмен на вес золота. Ну и немножечко хочется добавить еще красок в это утро. Причем буквально красок для любителей, так сказать, граффити. Вот у нас замечательная новость. Тоже на просторах интернета мы нашли видео, где можно обучиться необычной технике. Те, что обычно, знаете, как мы привыкли, если мы видим парня с баллончиком, наверняка это хулиган, который не слушает маму и бабушку и ходит, пишет свое имя на стенах. И многие взрослые говорят, ах ты ж маленький или ходи. Портишь нам забор свежепокрашенный, значит, за что будешь наказан и пойман. И, между прочим, за это еще и законам предусмотрено наказание. Но это же все можно делать и по согласованию по закону, например, не на заборе, а на холсте. И причем делать что-то из этого прекрасное, например, рисовать космос специально. Я видел даже вот прям не только, как мы можем видеть, демонстрируют, а там парень прямо на моих глазах брал, там баллончиком рисовал, рассыпал, были звезды. Действительно, это круто смотрится, это настоящее искусство. Главное, чтобы руки из нужного места росли. Да, но дело в том, что на самом деле вот так вот научиться рисовать могут многие. Главное, чтобы был хороший пример и тот учитель, который бы рассказал, как это делать. Ну, а тем временем на улицах Крымской столицы мерзнет, или, может быть, уже не мерзнет, Саша Кононов. Саша, тебе слово. Давай еще раз. Еще раз доброе утро. Да, коллеги, прямо сейчас я нахожусь возле одной из станций МЧС. И хочу вам сообщить такую новость, что у спасателей Крыма появился мобильный комплекс оповещения о чрезвычайных ситуациях. Мобильный комплекс поможет быстро и эффективно донести экстренную информацию до гражданского населения, до выездных отрядов и до туристических групп в труднодоступной местности. Сообщение о чрезвычайных ситуациях поступает на борт мобильного комплекса из единой диспетчерской службы района. Кроме того, мобильный комплекс может воспроизводить заранее записанные сообщения или же транслировать уже со встроенного в кабине микрофона. Мобильный комплекс был приобретен за средства республики, которые были выделены из бюджета. И хочу сказать, что у нас в республике Крым такой комплекс на данный момент единственный. И, дорогие друзья, напомню вам о том, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обязательно первое – это сохранять спокойствие, второе – постараться покинуть место опасное, где возникла чрезвычайная ситуация. В случае природного или техногенного характера никогда не пользуйтесь лифтом, потому что, грубо говоря, можете там застрять. Не берите с собой ничего лишнего и постарайтесь по возможности вызвать экстренную службу. А также, в принципе, все, коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Саша. Спасибо, что все-таки встал так рано и вышел на улицы города, чтобы рассказать вам об обстановке сейчас в крымской столице. Да, заценил, наверное, как все здорово. Я не сомневаюсь, что Саша в детстве работал, когда студентом был, подрабатывал свое время и уже трудился, так сказать, не просто стримы вел, а, наверное, сейчас самая популярная работа среди студентов – это заказы переносить, как это называется, курьер 50%. То есть каждый второй студент подрабатывает именно таким образом, а каждый, в общем, 15%, это, наверное, каждый пятый, четвертый, нет, нет, не пятый. Ну, в общем, 15% студентов подрабатывают, раздавая листовки. Ну, и хочется сказать, что те ребята, которые работают в студенческие годы, да, это 80, больше 80% из них, они очень быстро тут трудоустраиваются и по завершению учебы. Поэтому им проще найти себе работу, потому что они уже привычны, они к этому готовы, они знают, с чего начать, куда идти. Есть понимание, что такое рабочие листы? Ну, самое главное, когда они понимают, куда идти, важно, чтобы они знали, что по улицам Александра Невского сейчас лучше не ходить, потому что там проводятся ремонтные работы. Да, сейчас, думаю, если какой-нибудь доставщик пиццы поехал по Александра Невского и не удал. А он бы не поехал. Он бы столкнулся с серьезной проблемой, потому что эта схема движения сильно изменилась, ее можно наблюдать. На наших экранах сейчас, и поэтому, когда вы все-таки собираетесь на работу по делам, учитывайте, заходите, пользуйтесь сетью интернета, смотрите на сайтах администрации города, на сайте телеканала Первый Крымский, Крым-24, потому что мы об этом не один раз уже рассказывали и освещали. Знаешь, мне кажется, идеальный вид транспорта для Симферополя был бы такие вот транцы, как в мультфильмах, где их рисуют с огоньком, чтобы летать. Ну и самое главное, что это был бы экологичный вид транспорта, а об экологии подробнее сейчас уже расскажет Стефан Филатов. Для того, чтобы сделать добрый поступок, причины и поводы не нужны, считает Виталий. Было бы желание. Всякий раз, когда мужчина видит горы мусора, понимает, желание есть. Только посмотрите, какие клады здесь можно найти. Симферополь, Верхние пруды. И часа не прошло, как команда из пяти волонтеров наполнила отходами 24 мешка. И это только начало. Основной фронт работ впереди. Примечательно, что последний субботник прошел здесь всего месяц назад. Пластиковые и стеклянные бутылки, целлофан и железо в виде отживших свой срок мангалов. Трудно представить, что было бы с этой территорией, если бы не волонтеры. Кстати, осенью и весной они убирают здесь с завидной регулярностью. А вот этого делать не стоит. Дело в том, что бумажные стаканчики, как все думают, не делаются из макулатуры и не перерабатываются в нее, потому что содержат внутри пластик. Металл, стекло, макулатура и пластик. О том, что для наиболее эффективной утилизации каждый вид отходов нужно собирать раздельно, знают не все симферопольцы. Однако абсолютное большинство уверены, нельзя допускать возникновения экологической катастрофы, а в борьбе с ней все средства хороши. Я думаю, что должно быть больше не только в центре мусорных баков, а вообще по всему городу не покупать пластиковые бутылки, дабы не разводить пластик. Убирать просто за собой надо. Забота об экологии родного края – комплексное понятие. Своего рода философия жизни. Субботников и раздельной утилизации отходов недостаточно. Важна просветительская работа среди студентов и школьников. Наше будущее в руках подрастающего поколения. На этом мероприятии я услышала много новой информации. Даже обычные батарейки, их нельзя просто так выбрасывать. И мы должны соблюдать правила экологии все вместе. Бескрайнее море, тысяча гектаров леса и поля, которые не объять взглядом. Сохранить природу полуострова и разобраться с экологическими проблемами – одна из главных наших задач. А достичь цели, можно лишь осознав, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Стефан Филатов, Сергей Козырь, Алексей Семенов. Утро нового дня. Если бы дома еще сама по себе убиралась и не мусорилась. Но тем временем пройдем к нашей гости. Но сегодня в гостях Наталья Стамбульникова. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма. Поговорим мы на тему, что с 1 октября в силу вошел в действие закон о том, что в домах, правильно я понимаю? В жилых домах нельзя будет устраивать мини-отели, правильно? Ну да. В целом, это законопроект. Пока закон, который сейчас становится законом, запрет сдачи жилья в жилых помещениях. Оказание гостиничных услуг. Ну, могу сказать, что в целом на Крым, конечно, отразится это не очень хорошо. Потому что, ну, это не имеет такой глобальной проблематики, как это имеет все-таки на материковой части, да, где хостелы размещены в многоквартирных жилых домах. Но в целом проблематика на острове нашем, на полуострове, извините, есть. Но это же, допустим, я помню, очень широко пользовалась популярностью. У нас во всех курортных поселках, у нас именно как самое популярное, что сдают жилье. Вот это вот вывеска. Жилой дом. И цены там бюджетные. Единственное, что есть просто некоторые пробелы. Это будет, но просто нужно выходить с новыми законодательными инициативами, потому что есть несоответствие закон, допустим, о земле, закон о предоставлении гостиничных услуг. То есть в целом, да, есть какие-то несопоставимые такие факты, которые мы не можем преодолеть в силу того, что, ну, здание раньше строилось, эксплуатацию раньше ввелось. Ну, нужно продумать новые правила игры. Наталья Евгеньевна, есть ли какая-то возможность обойти этот закон, ну, чтобы продолжить свой бизнес? Потому что я понимаю, что люди немало деньги и средства вкладывали в это. Ну, начнем с того, что, если знаете, что многие малые отели, ну, берем, называем все, да, малые отели, хотя они все совершенно разные. Это, может быть, и гостевой дом, усадьба, вилла, что угодно. Хоть даже бунгало есть такой вариант, апартаменты. Все они когда-то, многие, большинство, выживали в 90-е годы. И вот единственный момент, как можно было выжить, заработать, прокормить семью, это вот создание такого своего семейного бизнеса. Вот оттуда все это шло. Поэтому у людей сейчас другого достатка нет. Это вот их хобби, это их работа, это их достаток. Поэтому не потеряется сегмент. Работать по-другому можно, но не всем. Потому что все совершенно разные, да? Кому нельзя. Кому нельзя. Вот есть вариант. У тебя есть участок с целевым назначением земли, не ИЖС, не индивидуальный, а какой-нибудь другой. У тебя здание нежилое. Ну, по дачу, допустим, да? По дачу. Оно же, по-моему, считается не... Да. Ну, по-хорошему, дача надо привести уже в ИЖС. Если, опять же, у тебя комплекс услуг такой ограниченный, если сдаешь просто в наем комнаты, пожалуйста, работаешь по КОИДу 55-20, ничем не нарушаешь, у тебя идет договор найма, то есть как таковой, а не оказание гостиничных услуг. Это очень долго рассказать, потому что очень много разных вариантов. Проблематика, когда есть нежилое, и по определению быть гостиницей. Понимаете, гостиница-нежилое, значит. Вот не может стать он гостиницей. Это затратно, это практически невозможно, потому что земля выделена под одно. То есть вот тут придется как-то продумать какие-то шаги, возможно, выходить с какими-то иноциативами, какие-то субъектовые законы, возможно, какие-то, может быть, получат. Какие шаги, вот, например? Ну, вот буквально сегодня мы собираемся нашим активом и схематично рисуем, какие возможные варианты вообще в целом. Такую сделаем мини-классификацию всех объектов размещения, да, и как они могут работать, какие бы правила игры были доступны и удобны. Потому что, в принципе, мы только за тех, кто добросовестный и порядочный, кто платит налоги. А все остальные, которые в тени, ну, мы с ними... Ну, пусть уходят из тени, правильно? Да. Для этого нужно нормальные, понятные правила игры, я говорю, бизнеса. Наталья Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, насколько я помню, вот когда тоже обсуждалось принятие этого законопроекта, там тоже были какие-то награничения введены по поводу пожарной безопасности. То есть ряд факторов, которые нужно учесть, чтобы твой гостевой дом, он соответствовал этому определенному регламенту. Какие там самые жесткие условия? Не помните? Ну, это самое жесткое, потому что это запрет размещения гостиниц в жилом фонде. Это самое главное. Ну, а я считаю, что если вы занимаетесь прямым туристом, то безопасность должна быть на первом месте. Независимо от того, ваше ли это дом. Я знаю такие малыши, которые всего пять комнат, и у них есть система пожарной безопасности, есть. Это их безопасность, спокойный сон предпринимателя. Это видеонаблюдение, даже классификацию прошли, понимаете? То есть это вот правильно, это важно. Поэтому жестких таких мер особых требований нет, потому что это не гостиницы как таковые. Все равно эти гостевые дома это в жилом фонде. Но был год назад, и слава богу, сейчас прекратилось как бы премия по поводу земельного назначения земли. Невозможность есть перевести землю, допустим, в коммерцию. Или нет необходимости, или работает три месяца в году, зачем проведет на коммерцию, если он там сам живет. То есть очень много факторов. То есть не рентабельно будет остальные месяцы. Конечно. А дальше что, да? Платить все коммунальные платежи, я сам там живу, платить по коммерческим тарифам, ну то есть семья проживает. Есть много «но», которыми нужно распределять и понять, делать четкие, прозрачные, еще раз говорю, правила игры. Куда обращаться, наверное, людям, которые как раз таки хотят, чтобы им разъяснили, как им себя дальше вести в связи с поправками. Ну вот есть же наша ассоциация, можно к нам, социализмальные хотели Крыма. Это вот именно тот сегмент, которым мы занимаемся. Но опять же, есть ряд условий, которые к нам попасть не всем можно. Мы не всех берем. Наталья Евгеньевна, вот с нашей беседой я понимаю, что данная законодательная инициатива пока как-то звучит, что много отрицательного в ней. Как вы думаете, что привело к таким переменам? Для чего это делалось? Введение такого аквалиста? Ну, вы знаете, конечно же, у нас какая-то палка в двух концах. Изначально я понимаю, законопроект для чего был инициирован. Давно же был инициирован. Якобы борьба с незаконными притонами. Это опять же пошло из Питера. Вы же знаете, Питер, Москва, такие большие города. Но, к сожалению, данный законопроект, он не приведет к отсутствию действия таких вот притонов и ночлежек. Они дальше будут существовать, потому что они все равно у нелегального поля. Вы же понимаете. Потому что просто легальные объекты, которые вкладывают в целом в труд дома, которые вот в Питере, да, опять же, находятся там на каком-то из этажей, вот, они пострадают, коммуналки перестанут расстеляться. Это тоже плохо. То есть, по факту, у нас сейчас вся надежда на наш парламент, в общем, на госсовет. Да, инициативные граждане. Инициативные, конечно. Честно, должна быть, не просто сидеть, смотреть, а должна выходить в эти инициативы и понимать, что они хотят. И самое главное, не просто говорить, а говорить с дельными предложениями, чтобы хотя бы... Четко, поэтому мы сегодня собираемся по пунктам, все расписываем, понимаем, как нам дальше жить, и выходим с инициативами. Желаем вам успеха в вашей работе. Спасибо. Разрешение сложных вопросов. Спасибо большое, что пришли к нам в гости. У нас в гостях сегодня была Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма. Ну, а Саша Кононофон видел не то чтобы отели Крыма, он видел одну из таких достопримечательностей, о которых знают далеко не даже не все жители полуострова, а тем более гости. В Красном Камне. Кизил значит красный. Красный камень – дословный перевод тюркского топонима Кизилташ. Посреди Гурзувской долины особняком лежит огромный валун, своим необычным цветом привлекающий внимание туристов, следующих из Алушты в Ялту. В состав этого мраморовидного останца юрского периода входит огромное количество окислов железа, которые, собственно, и окрашивают скалу в кизилово-красный цвет. Однозначного ответа, как массивная глыба от Торженец отделилась от главной гряды, нет, но очевидно одно. Во все времена ее обособленность привлекала внимание людей. Так в средние века на стратегической высоте возвели дозорную башню. Подняться на Красную скалу можно только с ее северной стороны. Когда-то эта тропинка была настоящей дорогой, по которой генуэдцы поднимались наверх к своему креплению. Плодородная почва активно возделывалась во все времена. И многие растения – потомки тех культур, которые посадили здесь первые крымские земледельцы. Вокруг сохранились популяции диких яблок, груш и лещины. Кизилтаж со всех сторон порос настоящим кизилом. Вот эти кусты как раз они входят в пору плодоношения. Но собирать его голыми руками не рекомендую, потому что там, где лисва соприкасалась с открытыми участками тела, обязательно будет раздражение. Но особенно эту долину ценят виноградари. Уникальный минеральный состав почвы идеально подходит для выращивания теплолюбивого сорта муската белого. Исключительно из ягод, собранных в этой долине, виноделы создают настоящий нектар лета. Мускат белый красного камня, дважды признанный лучшим вином мира. Но вернемся на тропу. Подъем на Красный камень недолгий, но крутой. Удивительно то, что после такого восхождения у людей находятся силы на хулиганские выходки. А вот глядя на такие надписи, сразу вспоминаются стихи Маяковского. Подписавшимся Колям и Зинам свои имена стирать бензином. А чтобы энергия не пропала даром, неплохо бы Ай-Петри помыть скифидаром. Верхняя точка нашего путешествия 430 метров над уровнем моря. Путь сюда займет не больше получаса. Открывающийся пейзаж стоит затраченных усилий. Весь южный берег отсюда, как на ладони. Вот мы и поднялись на вершину Красного камня. С этой стороны панорама моря, с другой стороны панорама главной гряды Крымских гор. А светло-серый песочек под двумя ногами – это остатки древней известки, которые были скреплены камней Генуэзской крепости, находящейся на вершине Кизилташа. Одинокая башня с небольшими пристройками появилась здесь в XIII-XIV веках. Принадлежала сначала Феодоритам, затем Генуэзцам. С четырех сторон крепость совершенно неприступна. Преодолеть ее под силу только современным скалолазам. Выступы этой скалы до блеска отполированы пальцами любителей острых ощущений. Вдоль отвесной стены располагаются скалолазные маршруты самых разных уровней сложности. От простых для новичков до самых сложных с отрицательным уклоном. Кстати, именно скалолазы теперь главные обитатели Красного Камня. Со всех сторон глыба окружена палатками. Туристы хорошо знают, что здесь есть все для уютного лагеря. Тени раскидистых деревьев, прохладная ключевая вода из источника Путомиш. Александр Ткачев, Олив Вилеев. Утро нового дня. У нас тут не менее потрясающее место, правда, и действительно комфортная мебель. Правда, вот зеленка и синяк не смогут посидеть на таких потрясающих... Это Джоуи. Джоуи? Ну, я так по цветовому признаку его назвал. Нет, это мой попугай. Вот не смогут посидеть на таких классных креслах, как мы сидим от Фу Вилла. Ну, а тем временем хочу сказать спасибо за то, что открыла для нас свои двери руководству этого прекрасного места, зимнего сада, филиала Крымского федерального университета имени Вернадского. Ну, а наше время, к сожалению, подошло к концу. Мы обязательно вернемся к вам завтра. Желаем вам бодрого, продуктивного дня и хорошего настроения. Так что заряжайтесь энергией и проведите этот день позитивно, грейте друг друга хорошими поступками. Пока-пока.